Продолжаем говорить о братьях наших меньших. Это 10 интересных фактов про животных, часть 2. В конце 17 века Японией правил Сёгун Такугава Цунайоси, который был одним из первых правителей мира, кто на законодательном уровне закрепил права животных. Он издал закон, согласно которому под страхом смертной казни запрещалось убивать собак, кошек, черепах, загнанных лошадей и некоторых других животных. К бродячим собакам граждане были обязаны обращаться не иначе, как высокоблагородная собака. Их ни в коем случае нельзя было бить или прогонять. По всей стране была построена сеть собачьих приютов, где всем собакам полагалось трехразовое питание, которое было лучше, чем питание у крестьян, работавших в поле. На содержание этих приютов тратились большие деньги из бюджета страны, что вызвало очень сильное недовольство у населения. После смерти Сёгуна Цунайоси его преемник все эти законы отменил. Из всех животных, не считая человека, только у слонов существует погребальный ритуал. После смерти одного из слонов в стаде его сородичи сначала долго трубят в хоботы, а спустя некоторое время начинают забрасывать умершего листьями, ветками и землей. После этого слоны еще несколько дней находятся возле могилы сородича и соблюдают тишину. Кстати, известно множество случаев, когда прирученные слоны, живущие с людьми, принимали спящих людей за мертвых и тоже начинали их хоронить. Альтруизм характерен не только для человека. Множество экспериментов показывают то, что многие животные охотно помогают своим собратьям без прямой выгоды для себя. Например, делятся с ними едой, защищают и помогают выбраться из ловушек. Альтруизм выработался в ходе эволюции как мощный механизм, способствующий выживанию всего вида, а не одной конкретной особи. Знаете ли вы, что ядовитыми бывают не только насекомые и присмыкающиеся, но и млекопитающие, хотя таких животных очень мало. К таким млекопитающим относится, например, канарская белозубка, которая кусает своих жертв и ядом парализует их. У утконоса тоже есть яд, который помогает ему убивать своих жертв, а у косматого хомяка ядовитая шерсть. Такая способность позволяет ему не бояться хищников, так как если хищник все-таки поймает такого хомяка и съест, то отравится и умрет, а другие хищники это усвоят и больше не будут есть косматых хомяков. Примерно в 15 веке в Англии, когда еще не было изобретено разных механических приборов, в домах часто использовали труд собак, бегущих в колесе, для того, чтобы равномерно вращать вертел, на котором в печке готовится мясо. Специально для этой работы даже были выведены особые породы собак, которые отличались длинным туловищем и короткими лапками. Взрослые домашние кошки никогда не мяукают, общаясь между собой. Вообще звук мяу характерен для маленьких котят, которые с его помощью подзывают свою маму. Но взрослые кошки за тысячи лет жизни с человеком научились использовать этот звук именно для привлечения внимания человека. А дичавшие домашние кошки, живущие там, где вообще нет людей, вообще никогда не мяукают. Ленивец – это очень интересное животное. Его мех является целой экосистемой. На его волосках живут особые сине-зеленые водоросли, которые обеспечивают ленивцу маскировку среди листвы. При этом в мехе ленивца постоянно живут десятки мелких жучков и других насекомых, которые этими водорослями питаются. У жирафов настолько длинный язык, что с его помощью они могут чистить свои глаза и уши. Ежи из-за своих игл собирают на себе огромное количество клещей и не могут от них никак избавиться. Поэтому на ежиках всегда кормится больше клещей, чем на любом другом лесном зверьке. Способность ежей собирать клещей используют даже ученые-паразитологи для подсчета клещей в природных очагах энцефалита. Существует даже особая единица учета, называемая ежечас, которая служит для измерения количества клещей, собранных ежом за один час пробега по определенному участку леса. Отпечатки пальцев коал настолько похожи на отпечатки пальцев человека, что отличить такой отпечаток может только очень хороший специалист с помощью электронного микроскопа. Сегодня у меня к вам вопрос. Какое ваше любимое животное, если не считать кошек и собак? Напишите об этом в комментариях. Также рекомендую вам посмотреть мои ролики с интересными фактами про динозавров и дельфинов. Ссылки на них будут прямо на экране. А на этом все. Если вам нравятся мои ролики, то подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Демиос. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok